Девушка-красотка. Здравствуйте, я тут сижу, такая сучит с кофе. Здравствуйте. А что же вы тут делаете? Почему ты так внезапно начал записывать? Я рассматриваю вообще канал Ксюша Собчак. Да? А я вообще, в принципе, вот такой внезапный. Что интересного на канале Ксении Собчак? Знаешь, что она делает? Она потрясающую вещь придумала. Она каждый день выкладывает свои луки. Что она будет сегодня надевать? Причем, ну, она совершенно не объясняет, почему она это делает. Ну, типа, догадайся, мол, сама, да? Вот я, короче, решила посмотреть и обсудить с тобой, да, что Ксюша надевает, почему она так делает, как думаешь, куда бы она в этом пошла? Давай такую угадайку построим. Я думаю, наши зрители нас поддержат в этом. Как вы считаете? Мне кажется, прикольная история. Обязательно Ксюша, Собчак, ну, можно кого-нибудь угодно, можно обозреть. Обозревать. Давно у нас, кстати, не было рубрики «Обзор луков». Да вообще давно мы не болтали, на самом деле. Да, давайте поболтаем сегодня. Поболтаем. Вот, смотри, первый лук, смотри, здесь футболка, девушка. Смотри, это картина Крика, во-первых. Да. Во-вторых, это девушка топлив. Мне безумно нравится. Короче, я хочу сказать честно, вот я не видел в этом луке именно Ксению Собчак, но я хочу сказать, что в этом луке я с легкостью представляю знаешь кого? Меня? Да. Я сама себя в нем представляю. Я представляю тебя. Смотри, вот эти вот обувь в стиле Мартинс, эти кожаные шорты-юбка и эта футболка, это прям про тебя. Это твоя стилистика, это твоя эстетика. И я тебя с легкостью представляю в этом образе. И честно скажу, вот смотри, у тебя внешность контрастная, темные волосы, темные брови, темные глаза, прям на тебе хорошо. Ксюша светленькая. Странно, ну блин, не знаю, надо было посмотреть на нее в этом образе, когда она его на себя надела. Знаешь, мне кажется, что здесь неспроста эта блондинка, потому что Ксюша светленькая блондинка и, возможно, она себя вписала таким образом. Мне, знаешь, чего немножечко здесь не хватает. Ну, наверное, Ксюша это все-таки сделала. Здесь нужны какие-то колготки плотные. И я себе представляю еще какой-то верх. Это может быть, например, косуха, чтобы полностью стилистику образов дополнить. Мне кажется, это было бы клево. Согласен? Да, да, согласен. Давай следующий лук посмотрим. Давайте. Вот куда бы. Это что-то такое, знаешь, жакийские сапоги. Это платье такое в стиле Прованс. Это такое смешение стилей получается. Да, эклектика. Эклектика, да. Пиджак сверху, ну, как второй слой, чтобы было не скучно, да. Да. И как бы я не любила вот такого плана, не любила, точнее, вот такого плана сумочки, да, она сюда классно зайдет. Это как раз такой стиль 50-х. Она отлично впишется в весь этот образ. Да. А вообще, если, допустим, вспоминать внешность Ксении Собчак, то, мне кажется, цветочки вообще, в принципе, это не про нее. Мне кажется, цветой, у нее внешность такая, ее цветочки будут очень слишком простить. Простить. И поэтому она сюда добавляет пиджак, эту сумку современную и эти жакейские такие, ну, вот прям сапоги, которые... Простать это платье, и чтобы все гармонично на ней смотрелось. Образ в целом мне нравится. Мне тоже. Кого бы я мог еще представить в таком образе, я даже не знаю. Наверное, только Ксюша вывезет что-то подобное. Ну да, она такая все-таки, хоть она и светленькая, но она достаточно драматичная девушка, поэтому ей прям вот будет хорошо. Особенно прям хорошо вытягиваю здесь сапоги. Я прям это вот фишка этого образа, они потрясающие. Да. Давай дальше. Что еще у нас носит Ксения Собчак? Сюрприз из Ксюши. Какая Баска, да? Боже мой. Что здесь решила весь этот образ? Это вот эта потрясающая Баска. Мне не очень понятно, как она собирается надеть сапоги под джинсы. Вот это мне непонятно. Если бы здесь были те ботинки из первого образа, я бы поняла. А вот эти сапоги под джинсы, ну, наверное, просто она их спрячет под низ и будут смотреться, ну, видимо, как ботильоны, либо как ботинки. Да. Ну, вообще, образ крутой, если не брать в расчет вот эти вот сапоги. Что тебе здесь вот еще нравится, кроме Баски? Мне нравится, безусловно, монохром. Это такой серый графитовый такой оттенок, приближенный к черному практически. Мне безумно нравится, как перекликается этот монохром с серебряными элементами фурнитуры, сумки, ремня. И мне безумно нравится, как вместе эта баска объединяет все элементы этого лука. Я с легкостью представляю Ксению Собчак в таком наряде. Да, согласна. И я сто процентов точно уверен, что это про нее. Мне безумно нравится. Согласна, что Ксюше очень подойдет этот образ. Единственное, мне кажется, ты знаешь, что баска коричневая. Угу. Есть такая, вот она чуть-чуть будет по цвету выдержаться. Мне кажется, это телефон так передает. Или может быть цветопередача такая. Мне кажется, баска какая-то. Ну, давай дальше посмотрим. Мне кажется, она там еще где-то была в каких-то образах оттабаски. По-моему, она все-таки коричневая. Что-то у нас сегодня, ну, одни комплименты. Мы обычно в своих обзорах... Ну, если все классно, ты что тут обсирать, простите? Ну, как бы я не могу. Вот не понравились мне сапоги. Ну, что я про них сказала? Окей. Я уже все сказала, все, что мне в них не нравится. Давай посмотрим дальше. Вот она, эта баска. Я же говорю, что я ее видела. И она коричневая. Здесь опять эти сапоги странные. Смотри, та же баска, те же сапоги, но у нас меняется внутренность, скажем так. Да, сумка та же. У нас поменялся... Total jeans. Total jeans уже. Total denim. И это круто, это модно. Это в тренде. Еще такой чуть-чуть вареный, потертый. Ксюша это очень идет. Это делает ее, знаешь, такой American girl сразу. Вот это ее стиль, в том числе, да, такой немножечко ковбойский. Здесь, мне кажется, больше вписались бы казаки сапоги. Вот, видимо, у Ксюши нет сапог казаков. Ксюша, вам нужно купить сапоги казаки. У меня вообще нет никаких замечаний, никаких нареканий. Лук потрясающий. Мне кажется, если бы вообще вот все, что мы посмотрели до этого, кроме первого лука, если бы девушки в России так одевались, то у нас со стилем, с имиджем у людей бы, мне кажется, проблем не было. Да, мне еще нравится, знаешь, что здесь такая многослойность. То есть это джинсы, и это баска, и это рубашка. То есть у меня ощущение нескольких слоев. Ну, круто, ну вот прям круто. И эта вся стежка, которая немножечко выделяется на фоне рубашки, мне прям очень нравится. Смотрим дальше. Дальше, следующий лук. Будет ли сюрприз? Да. А, слушай, она еще подписывает свои луки, хэштегом «Мои луки не для скуки». Прикольно. Ну, так не скучно, нам действительно не скучно ее обсуждать. О, какой шикарный монохром. Это браун, тотал браун, коричневый, да, тотал коричневый. Ксюша Брауни. Да. Посмотри, какое его необычное платье. Оно с рукавами, и рукава как будто еще здесь по бокам, и они завязываются. Но это вот такой тренд на то, чтобы повязать что-то на пояс. Ощущение такой многослойности очень прикольно. Интересно, а что, если такое платье завязать сзади? Наверное, тоже интересно будет смотреться. Выделится талия. Что здесь происходит? Здесь монохром, то есть это у нас какая-то накидка с капюшоном. Да, такая плюшевая, плюшевый капюшон такой, трендовый. А это джокийские сапоги. Елки-палки, мы даже сегодня поругать не можем, Ксению Анатольевну Собчак. Ксению Анатольевну золото сегодня. Смотри, сколько у нее коричневой обуви. Очень. По краям, посмотри. По краям огромное количество обуви. И любую сюда подбери. И будет очень круто смотреть. Мне кажется, надо было сфоткать еще немножко пошире кадр, взять, чтобы мы увидели весь спектр замечательной обуви, которая здесь есть. Вообще, мне очень нравятся монохромные образы. Это всегда выглядит очень актуально, очень стильно, очень современно. Я ставлю лайк. Да, сдержанно и элегантно я бы еще добавила. Прям большой лайк реально. Я бы знала, что сюда еще добавила какое-нибудь украшение. Мне вот какой-нибудь цепи не хватает. Да? Цепи. Да, чего-то хочется дополнить образ. Как будто он чуть-чуть не завершил. Ну да, совсем немножко. Но я думаю, что Ксюша, в принципе, это сделала после того, как сфотографировала и наделала на себя. Да. Почему-то я в этом уверена. Или бачки, можно было бы. Ксения, у нас для вас идея. Вот вы снимаете свои луки не для скуки, вот в таком формате, а вы потом еще на себе это снимаете, чтобы мы видели, как это вы собрали, а потом как это смотрится на вас. Тогда у нас была бы более полная картина того, как это выглядит. Как это смотрится, нам действительно очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрела. Да. Далее. Это, видимо, Ксения Анатольевна отправляется на какую-то коктейльную вечеринку. Какую-то вечеринку. Но для того, чтобы не замерзнуть в этом коктейльном платье, сверху нужно добавить жесткости в образ. А Ксюша любит у нас быть жесткой, и поэтому она сверху добавляет вот этот пиджак. Черного цвета, плюс он еще кожаный. Кожаные сапоги, ну, наверное, здесь черные капроновые колготки, я так предполагаю. Черная сумка, черное платье в что-то блестящее. Это пайетки, да, такие мелкие-мелкие пайетки. Кстати, симпатичное платьишко, прям такое коктейльное, я бы такое даже надела, мне очень нравится. Единственное, я предполагаю, да, что если это коктейльная вечеринка, то с собой у Ксюши была сменка. Да, наверное, здесь обувь все-таки должна быть сменная. Это должны быть какие-то туфельки, либо, может быть, что-то еще, да. Я представляю здесь все-таки лодочки. Мне хочется лодочки или невысокие сапоги, а типа вот мартинцы. Батильоны, может быть, батильоны, может быть, нужно поддержать этот пиджак. Именно этот пиджак. Либо это платье, потому что эти сапоги не поддерживают ни платье, ни пиджак. Соответственно, да, либо это каблучок, это могут быть даже какие-то батильоны, может быть, какие-то полупрозрачные батильоны. Это могут быть действительно лодочки или грубые ботинки, типа мартинцы, гриндерсы, как их еще называют. Ну, хоть что-то нам получилось покритиковать. Чуть-чуть. Мы не могли без этого греять. Окей. Последний завершающий лук. Это, как ты любишь говорить, твоя любимая рванина. Да, это рванина. Ну, я на самом деле против рванины ничего не имею. Ну, как тебе в целом лук? Мне не нравится. Ура! Наконец-то мы нашли то, что мне не нравится. Я считаю... Вот смотрите, вот это все говорят, бомж-стайл, бомж-стайл, типа очень актуально, очень современно, очень трендово. Я не люблю вот этот вот так называемый бомж-стайл, потому что он далеко не всем подходит. Да, не всем. Вот смотри, если, допустим, посмотреть физиогномически на Ксению Анатольевну Собчак, мне кажется, что все-таки ей не подойдет вот эта рванина, на ней будет смотреться как-то странно. Что ты скажешь? Я скажу, что против фарванины не имею ничего, и в принципе она могла бы с джинсами или с чем-то таким совершенно другим, не с этим платьем надеть этот свитер, потому что здесь V-образный, довольно-таки широкий вырез, и он будет далеко от лица. Такого плана свитер, если бы он был под горло, совершенно бы ей не подошел, я объясню, почему. У Ксюши очень гладкая кожа на лице, а этот джемпер, свитер, он такой грубый, вязкий, вот эта вот рваная история, она будет очень сильно спорить с ее типом кожи, поэтому нет, конечно, не подойдет. А так, в принципе, почему нет, с джинсами, с этими сапогами, очень хорошо можно было бы. А ютку тебя не смущает? Меня очень смущает это платье, потому что оно совершенно... А, это платье. И джемпер, ну, совершенно сюда не подходит. Здесь действительно могли бы быть джинсы, как я уже и сказала. Напишите в комментариях, какой из этих образов понравился вам больше всего. Тебе какой больше всего понравился? Мне понравился с баской, тот, который с Total Джинсовой. Понятно. А мне больше всего понравился... Это мой фаворит. А мне больше всего понравился первый образ, но я не представляю его на Ксении, зато на тебе с легкостью. Она мне, да, я сама бы такой надела, это правда. Большое спасибо Ксению Тольни за то, что она это делает, потому что это делают даже не все стилисты, а все что делают. Да, это очень круто, это шикарная идея. Вот, я еще раз повторюсь, было бы классно, если бы Ксения на себе, мои луки не для скуки, на себе их фотографировала и отправляла в свой телеграм-канал. Ну, это чисто наше пожелание, а так, огромное спасибо Ксении за то, что есть такая возможность посмотреть. Оценить и обсудить с вами. И вдохновиться. А еще огромное количество девушек, которые наблюдают за Ксении Анатольевны, для себя что-то полезное. Подчеркнуть то, как можно создавать круто, классно луки на повседневные какие-то мероприятия. Ну что ж, это был канал Сильно. С вами были Гриша Шуба. Элина Кузнецова. И до новых встреч. Ну все, коротеньки. И, конечно, все, коротеньки. Я луну. Я лакую lore. Продолжение следует...